Привет! На минувшей неделе Международный Олимпийский Комитет принял решение, как будет называться сборная России на ближайших Олимпийских играх. Рок – это английская аббревиатура Олимпийского Комитета России. Кроме того, в честь наших атлетов на пьедестале будет звучать не гимн Российской Федерации, а музыка Петра Ильича Чайковского. Это наш спорт сегодня в программе. Красноярская самбистка Ольга Артошина во второй раз стала чемпионкой мира. На этот раз мировой форум проходил в столице Узбекистана – Ташкенте. Ольга Артошина, РСФ Волейбольный Енисей на минувшей неделе пытался выбраться из игрового кризиса в матче с «Динамо» из Ленинградской области. Надо будет обыграем из первой шестерки кого-то. Все реально, это волейбол. Владислав Трушкин вернулся в баскетбольный Енисей. Матч против саратовского «Автодора» закончился овертаймом. Нельзя падать духом, хоть это и не просто порой. Чемпионат мира по самбо в Ташкенте собрал весь цвет этого вида спорта. Красноярская самбистка Ольга Артошина выступала в самой престижной весовой категории свыше 80 килограммов. Уверенно дошла до финала, где ее ждала серьезная соперница Анастасия Камович из Украины. Ольга, она в красном, провела прием в середине поединка, а затем сделала удержание 20 секунд и победила досрочно. В итоге единственное золото для России на чемпионате мира по самбо. И gold medal в этой категории идет к Ольге Артошина, РСФ. По приезду в Красноярск Ольгу Артошину торжественно встречали в аэропорту, как неделя и раньше боксера Марка Петровского. Марк Петровский, герой чемпионата мира по боксу в Белграде, обладатель золотой медали в супертяжелой весовой категории свыше 92 килограммов, по приезду в Красноярск встречали первые лица города и края. Петровский из Минусинска, а сейчас ему подарили квартиру в Красноярске. Так что теперь Марк житель столицы края, хотя тренируется в подмосковном городе Одинцова. Такова спортивная жизнь. Травмы преследует волейбольный Енисей. Как посетовал старший тренер Юрий Маринин, выбывает то один, то другой. И вот наконец на минувшей неделе за день до матча с Динамо Леноблостью в строй вернулись все. В том числе лидеры Ян Ерещенко и Кирилл Клец. И все-таки одна потеря у Енисея была. По травме отсутствовал Виталий Фицов. Но стартовый состав прямо был идеальным. У гостей на кромке площадки игрой руководил Александр Климкин, до этого два года возглавлявший тренерский штаб Енисея. Но главное, у Динамо Леноблости появилась сладкая парочка из сборной Сербии, связующий Никола Йовович и доигровщик Марка Ивович. Да и вообще состав динамовцев заметно преобразился в лучшую сторону по сравнению с прошлым сезоном. 49-й по счету матч между Енисеем и Динамо Леноблостью вновь получился напряженным. В первой партии болгарин Тодор Скримов проверил собственные настройки на подачи двумя эйсами подряд 15-12. Но дальше дело не пошло. Гости сравняли счет и заработали два сетбола, который успешно отыграл Кирилл Клец. Но капитан ленинградцев Денис Бирюков забил в концовке два шальных мяча 24-26. Второй сет Енисей провалил, раздаривая очки, присовокупив к 11 ошибкам первой партии 8 ошибок во второй. 17-25 и 0-2 по партиям. Мы достаточно много ошиблись на подаче, много ошиблись в атаке, особенно в первых двух партиях. Плюс, извините, 8 раз коснуться сетки в тех мячах, которые мы достаем, это недопустимо. Как? Это просто недопустимо. Кто в сетку не толкает, сам не знаю. В третьей партии Енисей лидировал 1-2 очка, а Динамо Леноблость пыталась завершить матч, не доводя его до четвертого сета. Стоит отметить набирающего форму Кирилла Клеца и мощнейшие подачи Тодора Скримова, а также появившегося на площадке Константина Осипова с молодым блокирующим Антоном Максимовым. 25-22 Енисей побеждает третьей партии, но в дебюте четвертой сразу проваливается 1-6. Погоня при огромном количестве собственных ошибок не удалась. 22-25. Поражение 1-3 по партиям, которого могло не быть. Самым результативным игроком стал красноярский диагональный Кирилл Клец, 21 очко. Енисей проиграл почти по всем элементам, кроме приема. Динамовцы совершили гораздо меньше ошибок на подаче. 11 против 21 у Енисея. Лучше действовали на блоке 9 против 3 и в атаке 52% против 49. Слава Богу, мы выиграли. Использовали шансы, как были, но думаю, третью партию тоже Енисей использовал наши шансы, что мы пропускали. Это спорт и волейбол такой, как если хочешь выиграть, надо использовать каждый шанс. Игра действительно была равных соперников. И мы рады победить сегодня. Так вкладывалось в последние 2-3 сезона, что мы тут все время проигрывали. Поэтому я рад, что мы сегодня сломили эту традицию. А за счет чего? Ну посмотрим, где-то слаженность. Использовали какие-то слабые моменты соперника. Кирилл Клец еще не до конца восстановился, давно не тренировался. Саша Янков. И все же игра сегодняшнего Енисея внушает оптимизм. Наступает перерыв в чемпионате Суперлиги. Енисей ждут матчи на Кубок России. А в декабре, как мы все надеемся, команда начнет победную серию. Предпосылки есть. Все лидеры в строю. Заметно чуть-чуть сыгранности нету с диагональным. Если вот третья-четвертая партия получше пошла уже игра диагональная в первых. Чуть-чуть нету сыгранности. Если человек не тренировались вместе. Сейчас, я думаю, все наладится. Впереди играть, бороться за каждое очко с каждой командой. Не важно, кто там будет. Зенит, Сургут, Элло или Казань, Питер. Абсолютно все равно. Будем бороться, будем играть с задачей. У нас, ну как всегда, попадать в восьмерку. Поэтому будем к этому стремиться по-любому. Но вы в будущее как смотрите? С оптимизмом? Ну, конечно, с оптимизмом. Сейчас заберем свои очки. Но надо будет обыграем из первой шестерки кого-то. Все реально. Это волейбол. С точно таким же счетом 1-3 по партиям на следующий день во дворце спорта имени Ивана Ярыгина проиграла и женская волейбольная команда «Инисей». Проиграла команде «Тулица» из Тулы. Самым результативным игроком в составе нашей команды стала доигровщица Мария Фролова. 15 очков. Следующую игру красноярские спортсменки сыграют 27 ноября в Нижнем Новгороде со спартой. Баскетбольный «Инисей» по ходу сезона пытается укрепить состав. Нападающий Владислав Трушкин возвращается в «Инисей». Последние три сезона Влад провел в «Зените» из Санкт-Петербурга. В матче с аратовским «Автодором» Трушкин не сыграл. Последствия травмы. Но и без него «Инисей» рассчитывал на победу. Первая половина дала понять болельщикам, легко не будет ни тем, ни другим. 39-40 в пользу «Автодора». «Инисей» старался нейтрализовать дальнобойную артиллерию саратовцев. Получалось и навсегда. В третьей четверти, благодаря защите и неплохого взаимопонимания в атаке, красноярцам удалось оторваться в счете на 5 очков. В середине четвертой четверти отрыв достиг 9 очков. Но «Автодор» смог совершить камбэк. Начали достаточно хорошо. Мы сконцентрированы в защите. Во второй половине чуть у нас не получалось. Устали на фоне усталости, перелетов. Но в четвертой четверти мы смогли найти силы, начали агрессивнее защищаться и вернулись в игру. К сожалению, помогли и баскетболисты «Инисея». В атаке стали играть чересчур прагматично, что и мешало завершать точно атаки. А у гостей полетели трехи. Они показали очень отличный быстрый баскетбол, очень хорошо попадали. Хочется отметить их трехочковые броски, которые мы не смогли остановить. Хотя это была наша, наверное, первая задача в защите. Они реализовали 48%. Но это просто невозможно. Конечно, можно сказать, что небольшое невезение все-таки. В конце игры мы допустили пару фатальных ошибок, которые привели к овертайму. 82-82 горели цифры на табло после 40 минут. В овертайме судьбу решили два трехочковых и проход Джарана Джонсона. 92-й номер «Автодора» просто разучился мазать. Да, были тяжелые броски, но это не первый раз, когда он, можно сказать, решает, решающие броски попадает. Енисей, уступая в счете, попытался спасти матч, но получалось только хуже. Баскетболисты торопились, срывая атаки. Приходилось фалить, а саратовцы безжалостно попадали со штрафной линии. Увы, поражение 95-101. Да, безусловно, эти броски сыграли огромную роль. Однако, на мой взгляд, ключевым моментом был все-таки эпизод, когда мы упустили преимущество в 9 очков незадолго до конца основного времени. Потому что, играя в баскетбол на столь высоком уровне, нужно уметь выигрывать игры, имея подобное преимущество в концовке. И, допуская подобные глупые ошибки, очень сложно одерживать победы, когда у тебя уже вроде бы все есть для победы. Самыми результативными игроками Енисея стали Хаспер Уэйр – 19 очков, Бринтон Лемар – 16 очков, Сергей Балашов – 14, по 13 набрали Даррел Уиллис и Тимофей Герасимов. Мы должны быть готовы ко всему. И мы позитивно на все смотрим, стараемся двигаться вперед, потому что, ну как без этого? То есть нельзя падать духом. Хоть это и не просто порой, потому что все игры мы проиграли в концовке. То есть мы не проиграли 20, 30, даже 10 очков. Один раз «Зениту» мы, конечно, дали жару, но все игры в концовке и в овертайме. Показывать, что мы можем, мы должны работать над этим. Следующий матч Енисей из-за перерыва на матче сборной сыграет только 6 декабря в Санкт-Петербурге с «Зенитом». В очередном матче чемпионата России Енисей на своем льду разгромил строитель из Сыктывкара 14-3. С начала матча прошло чуть более получаса, а счет уже был 5-0. 14 мячей ворота соперника забили 8 хоккеистов Енисея. Сергей Ломанов и Адам Гильям забили по 3 мяча, Дмитрий Барбаков, Марат Шарипов по 2. По разу отключились Егор Щетинин, Егор Дашков, Илья Лопатин и Тимофей Безносов. Следующий матч Енисей проведет на своем стадионе во вторник, 23 ноября. Соперником красноярцев будет Кировская Родина. Начало матча в 19 часов. Прямую трансляцию матча смотрите на нашем канале. Это была программа «Наш спорт». Занимайтесь самбо, играйте в волейбол и баскетбол. И помните, спорт прекрасен во всех его проявлениях. Встретимся через неделю. Пока. Редактор субтитров А.Семкин